Всем привет! У нас продолжение наших поездочек по кратеру Нгору-Нгору. Видите, какое место уникальное, да? Я там за пару дней снимал столько материала, и я еще не везде там далеко был и не все видел. Надо ехать на подольше, обязательно. Я сейчас в Албании, в городе Дурес, вон там море теплое. И вот это вот место, смотрите, вот это все, это ад на земле. Там сейчас миллион людей отдыхает, бабули, детишки кричат, и у них тут еще такая тема. Они включают в каждом, короче, вот одного цвета зонтики. Тут в конце кафе вдоль дороги, у каждого пляжа, типа свое кафе, да, у каждого участка. И они музыку там так врубают, что просто ты сидишь и глохнешь. Люди не могут между собой разговаривать, официанты не могут услышать, что тебе надо, ты кричишь там КАПУЧИНО! И он, а? Чего? Чего за мод странный? Никогда вот это не понимал. Так, сегодня про тему, которая болезненная для многих. Эволюция. Эволюция человека, значит, религия, наука и все такое. Мы сейчас с Климом Жуковым и Пучковым записали еще осенью серию передач про магию, шаманизм, язычество, буддизм, амулеты и татуировки и все такое. Ну и там обсуждали, что люди вышли из Африки. Там мне комментарий, кто-то написал, ну не меня, а у Пучкова, да, там на канале, что было интересно, смотрел каждую серию, но на том месте, где вы сказали, что люди вышли из Африки, отписался. Это, конечно, просто огонь. Значит, смотрите. Я атеист со стажем и как бы я такой, я за эволюцию топлю. А сейчас объясню почему. Меня никто этому не учил. Более того, мне в руки, когда я был еще совсем мальцом, попала книжка. У меня отец покупал всегда много книг. Это, конечно, сыграло большую роль. Вот, попала книжка. Автор назывался Эрик фон Деникин. Блин, как же она называлась? Ну, в общем, то, что вот сейчас всякие плоскоземельщики, Клесовы, потом кто там еще. Ну, сейчас много развилось, да, всяких уже ученых. Носовский и Фоменко, да, это дети по сравнению. Вот Эрик фон Деникин, он начинал вообще, когда они еще под стол пешком ходили. Эта книжка просто вот была сборником всех мифов, фактов, перевернутых, вывернутых наизнанку заблуждений об эволюции, об истории. Там настолько, и когда я вот это все прочитал, мой детский мозг взорвался. Я такой, блин, а так можно было, епросто. Я сейчас понимаю, почему нам многие хотят верить в какие-то альтернативные фантастические истории. Почему? Потому что, ну, эволюция — это скучно, да, с точки зрения человека, который в нее не вникает. Это медленно какие-то вшивые обезьяны ходили, что-то там копались, изменялись настолько медленно, что даже незаметно было за 10 миллионов лет, как они изменились, да, между человеком современным и обезьяной 10 миллионов лет. И, ну, это как-то обыденно, а тут бабах, инопланетяне, ого-го, ничего себе, великаны там, да, вот, история переписана, датировка совсем другая. Так что я прочитал этого Эрика фон Геникина, потом еще 5-6 книжек его за его авторством нашел, и меня как понесло, я лет 5 изучал все эти теории заговора и все, прям знаю наизусть вообще все. И сейчас обязательно по возможности, когда есть время, стараюсь на Ютубе смотреть вот эти грамотеев. Почему? Очень смешно, очень смешно. Ну, опять же, мозг развиваешь, да, такой, думаешь, ну вот, да, они так грамотно рассказывают, но это ведь на самом деле вот так, вот так и вот так. Ну, то есть ты сам смотришь их теории, тут же их, это, для себя в сознании уничтожаешь, разбиваешь, пух и прах, и такой сидишь, думаешь, какой же я умный, господи, очень приятно, попробуйте. Так вот, давайте переберем основные версии, да, версии. Вот многие путают теория и версия, вот есть теория эволюции, многие думают, что это версия, и говорят, ну, это же всего лишь теория, да, как бы, она одна из многих. Сейчас объясню свое отношение к этому моменту. Инопланетяне, то есть плетели какие-то добрые люди, рептилоиды или эти гуманоиды, которые нас всему научили. Вот смотрите, значит, мы бегали голые, вшивые по саваннам, а тут бак, и у шумеров появилось сразу все, да, как так? Ну, кто-то научил, какие-то плетели, а тут научили. Эта версия не имеет вообще никаких шансов на жизнь, потому что я, кстати, вот с удовольствием бы поверил во внеземное происхождение, что там космические корабли, телепорты, лазеры, шмайзеры, ну, круто же, да? Я люблю фантастику с детства, но, блин, к сожалению, нет. Дело в том, что у этой теории нет ни одного подтверждения. То есть вот как-то эти инопланетяне так полетели, что ни одного гена не оставили, ни одного болтика не уронили, понимаете? Ну, ничего вообще, вот, вот, не пылинки с них, вот, никакой не осталось. То есть такая цивилизация бесплотная совсем, да, без материальных объектов. Ну, такого, конечно, не бывает. Дальше. Значит, всю Вселенную, Землю, космос, звезды, нас создал Бог семь с половиной тысяч лет назад. То же самое, во-первых, ну, вы понимаете, да, все, кто имеет хоть какое-то даже школьное образование, что те же камни и множество приметов вокруг нас насчитывают металлы, железная руда, да, насчитывают миллиарды, миллионы и сотни миллионов лет, и наша планета, и космос имеют свой возраст, и он далеко не семь с половиной тысяч лет, и история человечества, она даже длиннее, чем семь с половиной тысяч лет. А в Библии написано, в Библии написано, что вот этому всему вокруг семь с половиной тысяч лет, ну, вот, как-то так. Значит, какой момент? То же самое, как с инопланетянами. Не существует ни одного артефакта или чего-либо, что подтверждает существование Бога. Ничего, ни одного предмета, ни одного доказательства, ничего, кроме рассказов, разговоров и книг, которые написали, естественно, люди, да. Так, что еще у нас? Эволюция. Вот, это не версия, это теория. В чем разница между версией и теорией? Сейчас не буду занимать время, у нас так большое видео. Пожалуйста, погуглите, сами посмотрите, в чем разница между версией и теорией. Значит, теория эволюции подтверждена десятками и сотнями тысяч находок. И действительно, десятки и сотни тысяч. Каменные орудия труда, окаменелости скелеты, остатки места стоянок, рисунки наскальные. И, ну, просто это можно смотреть всю жизнь, и все, за всю жизнь не посмотришь. Собственно, поэтому я, как только начал дальше читать, то есть, вот эти все теории заговоров и фейковые я все полностью изучил. Да, плоской земли тогда, она тогда не была в моде, но вот инопланетяне, влияние инопланетян на все древние цивилизации, рептилоиды, уже тогда было модно вообще по полной программе. Я все изучил, и, к сожалению, к своему огорчению лет в 14 я понял, что ни одного артефакта, факта, подтверждающего это все, такое красивое, нету. Вообще ни одного нету. Если вы считаете, что есть, напишите. Я вот все изучал, прям каждый предмет, который говорит, смотрите, вот это люди создать точно не могли. Все могли. Вот в данный момент делают все руками. Смотрите, антропогенез.ру, Саша и Гоша, братья Близнецы Соколовы, мои друзья, вот, отличные ребята, умнейшие. Вот, заходите, смотрите, там все делают. И гранит пилят без железа, да, то есть, медные инструменты, песочек и вперед. Там, вазы делают они, их сотрудники, помощники, коллеги из каменной вазы, да, без железных инструментов, без резцов, станков и всего остального. То есть, в принципе, ну, все доказано, все показано. Просто люди многие этого или не видели, или не хотят просто смотреть, не хотят в это верить. Так, и тут у нас люди, которые против эволюции, да, вот, они всегда, я специально прям выписал тоже себе шпаргалочку. Как правило, я когда дебаты какие-то устраиваю, особенно с верующими, как любимые два момента у них всегда. Первое. Потерянное звено. Вот, потерянное звено, это байка, которая очень популярна, уже лет ей, наверное, 150, как минимум, среди людей, которые не интересуются совсем ситуацией, да, вот, есть обезьяна, сразу бах, есть человек. А все, что между ними, как бы, вот этого звена нету. И мы поэтому не можем утверждать, что между ними, между нами есть связь, да. Ну, как, звена-то нет одного. Ситуация в чем? Был момент когда-то, очень давно, на заре науки, это 1800 какие-то года, когда вот была обезьяна, был человек, но обезьяна, которым по полюсу бегают, да, и был неандерталец, какой-то недоразвитый человек, ни то, ни сё. А, ну, как-то вот, она же не могла, сразу раз, из обезьяны, неандерталец, потом бах, сразу человек. Это было очень давно, ребят, с тех пор, вот, все звенья заполняются постоянно, и всё больше, больше и больше, более подробное видео от Саши Сахалова, смотрите, вот здесь, от Александра, да. Вот, он намного лучше мне рассказывает, человек этим занимается профессионально. Я с его разрешения взял у него, просто перечислю вам звенья, которых типа нету. Это причем по прямой линии, а еще есть боковых там множество. Вот, с начала до конца, да, сахилантроп, арарин, адрипитек кадаба, адрипитек рамидус, астропитек анамский, астропитек афарский, хомо хабилис, или хомо хабилис, до сих пор не знаю, хомо эргастер, хомо эректус, человек гидельберский, человек хельмеи, хомо сапиенс идалту, и хомо сапиенс сапиенс. Это мы, да, с вами. Ну, по крайней мере, большая часть из нас. Вот, то есть, вот вам, пожалуйста, куча звеньев, их промежуточных все больше, больше, больше находят постоянно. Вот, и, кстати, там в музее будет этот момент, мне очень всегда радует. Сначала мы жили во влажном лесу, ели там всякие фруктики, какие-то корешки питательные. Потом, значит, произошла иридизация, да, то есть, высыхание климата, стало теплее, намного жарче, суше, и появилась саванна. И людям надо было что-то дальше есть, разделились на два направления, мы, люди, да. Значит, одни стали кушать корешки и уже грубую саванную травку, у них поэтому появились громадные челюсти и очень крупные зубы. Так вот, они вымерли, да, привет вегетарианцам. А другие стали есть мясо, потому что больше нечего было есть. И вот, собственно, из них получились мы. Там в чем секрет, дело в том, что вес нашей головы, да, он ограничен, потому что шея может нести какой-то определенный груз. Если голова станет в два раза тяжелее, ну, все, мы, как бы, это, не сможем ходить, бегать, у нас шея, наверное, сломается позвонки, раздробится от веса. Но что-то испортится обязательно, то есть, есть определенные пропорции, да. И если вот у тех людей, у них были крупные челюсти, соответственно, крупные мышцы, чтобы жевать, крупные зубы, они занимали очень большой, то есть, они были, во-первых, очень плотные, да, то есть, твердые. Поэтому они на себя забрали большой вес, поэтому у них мозг расти в принципе не мог вообще. То есть, вот такая судьба у нашего направления вегетарианского. А, собственно, у других, вот, у них мозг мог расти, потому что челюсти, чтобы мясо есть, прям огромные, не нужны. Вон, посмотрите, на котиков, они мясо едят, и вон, у них маленькие такие челюсти, да. Это, конечно, шутка. Так, второй момент, к которому всегда прибегают люди, которые не верят в эволюцию и путают теорию с версией, это что вот этот ваш радиоуглеродный анализ. Тьфу вообще, да. Вот, помню, случай был, как вот, как сейчас помню. Банан положили в этот аппарат, он показал там 10 миллионов лет, потом достали, еще раз положили, он показал там миллион лет. И это правда, да, действительно, метод был очень, как сказать, неточный, неточный. Но это информация примерно до 1960-х годов. С тех пор очень много и очень сильно все изменилось вообще и в этом методе, в том числе, вообще все вокруг изменилось, да. Он стал намного более точным, но вот легенда вот эта осталась, что там плюс-минус там какие-то миллионы. Это вообще на самом деле совершенно глупость, потому что радиоуглеродный анализ, его вот на 1946 году изобрели, да. Вот, он может датировать предметы, которые не старше 50 тысяч лет. Какие, блин, миллионы, о чем вообще разговор. Прикрепляю тоже видео Александра Соколова, смотрите, там все намного лучше рассказывает, чем, естественно, я. Следующий момент. Обыватель знает только про радиоуглеродный анализ и все, анализов, методов, анализы уже многие десятки, десятки, там 40, 50, 60 методов. И когда ученые что-то находят, они стараются использовать много методов, как можно больше, допустим, 15, 20, 30, если есть возможность, технически позволяет, да. И если все они дают одинаковую датировку, ну, значит, так есть, вот, ну, вот, в сознании, как бы, многих обывателей, вот, как был радиоуглеродный, так он и остался, и больше нифига нет. Нет, ребята, все на самом деле не так. Так, что еще хотел сказать. Тут мне повезло, как всегда, с людьми мне очень везет, да, я приехал вот в это, в музей, увидел там, вначале, видите, там девушка в красном платье стоит, но я подумал, что, ну, туристка. Я увидел там несколько белых водителей, туристов, да, водитель с ними, еще какой-то был местный житель, думаю, ну, наверное, с ними приехал, может, сестра водителя или жена водителя, или девушка кого-то из этих туристов, там, какая-то временная или постоянная. Фикова знает. А потом я начал ходить, все смотреть, она сама подошла и говорит, здравствуйте, не хотели бы, чтобы я провела экскурсию, это бесплатно, я тут работаю, типа, на зарплате. Я говорю, ну, давай. Стала рассказывать, я смотрю, рассказывать, как-то очень грамотно. Даже для крутого экскурсовода грамотно. Я говорю, извините, а вы кто? Она говорит, а у нас, как бы, по штату есть экскурсоводы, но из-за того, что ковид и туристов нет, их всех отправили домой, а я научный сотрудник музея. Я такой, офигеть, представляете, что вам в музее научный сотрудник проводил экскурсии, вот так только мне везет. И она прямо вот долго водила, все рассказывала, показывала. Я задал там миллион вопросов, она впечатлилась, говорит, ты вопросов задал столько, сколько мне за год до этого не сдавали. Стала еще больше рассказывать. И потом говорит, ребята, а вы сейчас куда хотите ехать? Я, говорит, вам могу пару мест показать, это тоже бесплатно, ничего платить не нужно. Я, говорит, только минут сбегать и проситься. Я вообще там, господи, неужели так вот повезло-то как, а? Значит, она побежала, отпросилась, мы сели и еще несколько часов ездили там, значит. Она показала место, где были найденные окаменелости, сейчас поведите. И она меня завезла в место, где есть кочующая дюна. Очень необычное место. Но я его отрезал, потому что, во-первых, видео длинное получается. Во-вторых, смотрите, какая ситуация, это место является объектом поклонения местных жителей. Это, несомненно, язычество. И про религии Масаев, про язычество, ну, собственно, Масаев, да, вот. Я буду рассказывать в следующей части, поэтому мы ее отрезали, в следующую часть поместили. Вот, ну, вот, собственно, про эволюцию, картинки, там мои комментарии. Смотрите. А, там еще такой момент сейчас, тут я вот посмотрю, этот, шпаргалку. Мы там подвозили Масаев, который не умеет читать, но при этом знает, что ей 20 лет. Я просто предвижу, сейчас начнут особо умные товарищи писать. Ха-ха, типа, вот ты попалился, как-то так считать не умеет, а сколько ей лет знает. У нее есть в их деревне, в семье, вот в этой родоплеменной общине есть кто-то, кто умеет читать, и он знает, кому, сколько лет. Он им рассказывает, а она при этом считать не обязана. Она у нее спрашивает, сейчас, у меня сейчас сколько лет? Он говорит, 20. Он говорит, хорошо, я запомню. Вот, то есть, такой момент. Так, вроде все, смотрим, получаем удовольствие. Там не все названия я, к сожалению, смог с английского перевести на русский, но титрами мы ситуацию всю поправим. Картинки там кое-где вставим. Ну, так все. Следующая часть у нас про шаманизм и верование. Всем счастливо. Зебры! Эй! Вы что такие полосатые, а? Тут красивейшие места. Там вон горы. Едем мы в ущелье Олдувай. Это практически наша родина, да, ущелье Олдувай. Сейчас там на месте, если мы доедем и найдем, расскажу поподробнее. А тут от горизонта до горизонта пасутся антилопы. Прям много. Да? Но хищников я никаких пока не вижу. Совершенно. Там вон маленькие, большие антилопы есть. Вон побольше. Вон там прям много их. Есть поменьше. Сейчас покажу вам. Ну, а хищников пока нет. О, места очень красивые. Я прям вообще влюбился в кратер и в окрестности кратера. Хочу тут как-нибудь приехать, побыть подольше. Может быть, недельку или пару недель. Очень красиво. Объехать тут вулканы все вокруг. Замечательно. Если поедете, советую приезжать только в сезон дождей. Потому что не так жарко и много зелени. Красиво. Вот там дальше ущелье Олдувай. Знаменитый. Я про него с детства читал. А это памятник нашим предкам. Я всегда говорю, почему я себя в Африке так уютно чувствую. Потому что это моя родина. Потому что одно из первых мест, где, ну, как, по датировкам, да, одна из древнейших находок инструментов первых каменных. И несколько видов людей здесь нашли. Ну, как, не прям здесь, где памятник у нас? Вот так выглядит памятник. Вот. А там вот дальше ущелье Олдувай. Ну, и вот, смотрите, здесь 1,8 миллионов лет назад обитали такие товарищи, как Парантропус и Хомохабилис. Или Хабилис. Здесь найдены первые, ну, очень грубые, но все равно это уже первые орудия труда. И, собственно, продукты производства. Сейчас пойдем в музей смотреть. Все. Кругом антилопы. Прямо вот от горизонта до горизонта их много-много. И там вон под деревом тоже от жары прячутся. И вот прям везде, куда смотришь, их везде, не знаю, миллионы, наверное. В любую сторону. Вот. И у нас тут в машине, сейчас вам покажу, есть самая главная розетка. И мы подвозим масайскую тетю. Да, музей, она в музее живет. Итак, тут прям посреди саванны. То есть вот саванна, кругом пасутся в миллионы антилоп, жирафов, зебр и всех остальных. Вот здесь... Да. Здесь музей, посвященный находкам в Адувайском ущелье. Hello. Вот. Сейчас я не ходил тут еще нигде. Сейчас посмотрим, что тут есть. Насколько понимаю, это само ущелье. Я вот чего не могу понять. Ага, точно. Сейчас мы туда пройдем. Тут огромные территории, громадные. Я не могу вот чего понять. Почему люди археологи? Сейчас я пройду быстренько, чтобы не мешать им. Почему и как так произошло, что археологи именно здесь начали искать? Здесь кругом миллионы квадратных километров. Но они почему-то пришли и как-то попали сюда. И здесь совершили эти находки. Вот это ущелье, собственно. У него глубина где-то 150 метров. Здесь такое прикольное скальное образование. Ну, то есть кусочек твердой породы не выветрился, да? Вокруг уже все выветрилось. Вон там масайские детишки ходят. Пасут своих посуд своих кос. Вот. И вот здесь были найдены очень-очень значительные находки для науки, для археологии, истории, антропологии. Сейчас пойдем посмотрим. То есть для антропологов это буквально священные места вообще. Тут экскурсовод Джеки. Она мне кое-что порассказала. Сейчас вам чуть-чуть покажу, если получится. Ветер, очень сильный ветер. Так, сейчас я к столбу встану. Вот так получше. Значит, вот базальт. 2 миллиона, да? Nothing fine. Вот вы видите черные скалы. Вот черные скалы. Это выход базальта. Ему 2 миллиона лет. Там не нашли ничего. Окей. And second one? Ага. Where we can see cow now, yes? Ага. Вот смотрите, где коровы пасутся серые. This is 1.8. 1.8. 4 миллиона лет. Вот это место, вот прям где сейчас коровы пасутся, датируют 1 миллион 840 тысяч лет до нашей эры, да? And they find the... They find the... Xenatropos... Boisey. Xenatropos... And? Xenatropos... Oparatropos. И Paranthropos. Вот там 2 находки. This is oldest human in the world. Yes. Вот она говорит, что это самые древние находки людей в мире, человеческие, да? Я не знаю, правда ли нет. Потом все проверим. And? Homo habilis. Here I use... Here. Yes. In grey. Yes. Там же нашли Homo habilis и его инструменты. This is first tools in humanity. Yes. Это были алдувайские как раз инструменты, первые инструменты в мире, в человеческом, которые мы сделали. And? No, no. About another basis. Another bed? Yes. Another bed, on the bottom of the red series. The grey one. Так, вот здесь, вот тут вот серый слой. This is... Meditun. Meditun, sorry. A-а-а. A-а-а. Meditun, day one, seven, five. Ага. там нашли homo erectus а вот прям здесь и у него там нашли ашельские инструменты ашельской культуры и окаменелости и вот красного цвета красного цвета слой с нашли чуть-чуть совсем несколько кусочков хомо erectus и несколько нашли несколько нашли ашельских инструментов она говорит что к этому времени местность очень сильно высохла то есть климат стал очень сухим и и наши предки все ушли вот в ту сторону туда показывает без его они переместились саванну и вот вот этот серый слой вот вот этот вот серый слой с вот этот серый слой да получается она где что климат опять изменился это было 800-600 тысяч лет нашей эры климат опять стал важным и животные и люди вернулись обратно здесь опять в этом слое нашли кусочки окаменелости скелетов homo erectus а и ашельские инструменты она говорит что в ту сторону туда дальше там 600 600 600 тысяч 400 тысяч лет до нашей эры и там еще дальше тоже отсюда не видно 300 300 200 тысяч лет до нашей эры там использовали она говорит что средний каменный век в африке а в европе это называется средний палеолит тут разная классификация у периодов в африке и в европе а вот в ту сторону вот там где провал там он датируется сто тысяч лет до нашей эры там нашли homo sapiens sapiens то есть как раз человек разумный разумный и смотрите вот это ущелье она говорит что совершенно случайно открыли в 1911 году просто ученый вот вот his name who discovery space профессор вилхейм из германии фамилию не могу разобрать уже несколько раз пытался в 1911 году просто проезжал здесь я просто это место нашел хау хендистен хикин файн хиа самсин он видимо увидел что здесь размытые какие-то участки и стал здесь искать и вот он совершил тут первые находки он спросил местных жителей как называется это ущелье они сказали олду пай но он на свой немецкий манер услышал олду вай и записали как олду вай на самом деле это олду пай сейчас покажу вам смотрите видите вон там такая травка желто-зеленая вот это растение называется вот она у меня в руках сейчас покажу опа вот она местные жители называют олду пай вот и ущелье называется также очень полезное растение здесь во первых очень много воды в нем влаги именно смотрите его жирафы антилопы слоны и все едят чтобы получить именно влагу из него вот она прям влажная вот у меня руки уже мокрые видите да вот потом она говорит что он обладает очень сильным антисептическим действием из него варят суп который помогает от малярии и вот эти волокна который мы специально расковыряли из него делают веревки нитки и даже ткани раньше говорит делали вот такая ситуация на самом деле оказывается не олду вай а олду пай так посмотрели там обзорную площадку идем музейчик музейчик очень приятный все совсем новое классно все сделано беседочки всякие и тут даже вон есть вай фай и ресторан ресторан не знаю удастся ли нам посетить нет но музей мы сейчас точно посетим и нам повезло девчонка очень грамотная реально хорошо понимает в отличие от меня так тут у нас такая таблица значит это вот самые древние времена вот у нас мы и вот извиняюсь вот так лучше и вот смотрите здесь конкретно в этом месте найдено из франкера парантроп мне как по-русски так называется до парантроп этот парантроп отсюда этот из эфиопии этот из кений и австроопитек австроопитек здесь найден 45 километров отсюда вот здесь на один прям вот здесь где мы сейчас до хомо хобилис хомо оректус хомо оректус и homo sapiens sapiens тоже найден здесь вот собственно поэтому они называют это место родины человека вообще смотрите кто верит еще в недостающее звено тут бликует сильно но вот вам пожалуйста сколько звеньев какой из них недостающий я не понимаю вроде как все есть так это это у нас карта африки блин бликует сильно очень и смотрите получается что вот красные точки это находки древних людей вот она говорит что больше всего всего здесь потому что вот здесь у нас рифтовая долина находится вот здесь была очень активная бодрая вулканическая деятельность и поэтому тут их много находят но я не понимаю потому что вулканы как-то способствует выветриванию и обнажаются находки или потому что здесь очень плодородная земля и просто людям будет комфортно жить вот это я не поняла она мой вопрос не понимает у нее тоже не такой английский как хотелось бы у меня соответственно еще хуже так тут у нас такой момент уникальный значит было извержение вулкана вот-вот снеем of mountain тему 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 и плиз ремон крут лемон крут лемон крут она говорит лемон крут название вулкана я думал раньше такие манджаро кажется нет значит до извержение упал пепел да и сразу же пошел дождь и получился эффект цемента и отпечатались следы многих животных свод слонов жирафов вот сессарки и там прошло несколько людей и она говорит что следы отпечатались настолько четко на этом пепле что даже есть отпечатки следов вот как капли падали и даже следы от капель все остались то есть настолько все хорошо сохранилось а там он еще страус и носорог она говорит что все это можно посмотреть в музее и it was 45 километров from here right 45 километров from here on the south это отсюда 45 километров на юг и вот копия отпечатка тех следов да вот это вот прошли люди то есть прямоходячие наши предки три миллиона шестьсот тысяч лет назад три миллиона шестьсот тысяч значит следы большеватый я говорю почему такие большие следы ничего такие здоровые были но вот это как моя ладонь предполагается что это ребенок дошел маленький а вот большой след он больше моего у меня 42 размер спросил почему такие большие взрослого были ноги она сказала что на самом деле ноги небольшие но когда мы идем да у нас размазывает след то есть как бы есть как пробуксовка такая поэтому он выглядит больше ну то есть мы наступаем потом когда мы ногой так вот делаем мы растягиваем свой след вот такая ситуация получается это уникальное место но очень знаменит и известный на весь мир это копия скелета люси ну не полный там части нашли да вот которые желтым это было найдено то что вот темно-коричневым это уже доделали до воспроизвели вот эта женщина которая умерла в возрасте 20-25 лет как мне рассказывает джеки ее нашли в эфиопии она жила так сейчас опа она жила 3 миллиона двести тысяч лет назад в эфиопии а значит она относится к австралопитекам то есть это вот наши предки у нее рост вансоте есть how many centimeters вансоте ван твенти она где-то метр двадцать мне кажется ростом маленькая миниатюрная скажем так забыл сказать ее в научной среде называют люси и дали такое простое женское имя люська так это кусочек челюсти астропитека вот по этому кусочку установили примерные его размеры пропорции и внешность нашли 45 километров отсюда в танзании датировка 3 миллиона 600 тысяч лет до нашей эры выставлено в дары салами в музее национальном надо будет его посетить тоже так тут у нас копия ребенка двух или трех летнего это австралопитек мальчик вот он так выглядел нашли его в южной африке датировка 2 миллиона 300 тысяч лет до нашей эры вот но это уже то есть он выглядит в принципе не совсем как человек но и уже не как обезьяна тут у нас сильно отсвечивает это homo habilis который как раз вот здесь найдены изображено как они делают инструменты и разделывают антилопу непонятно они сами убили или нет а здесь вокруг картинка которая практически не изменилась слоны и жирафы леопарды и все все остальное это примерно 2 миллиона лет назад так все тут выглядело по их предположениям так тут у нас животные которых которыми питались homo habilis или habilis вот она говорит что этих обезьян уже нет они вымерли this kind of antelope we still have right эти антилопы до сих пор еще с нами эти тоже она говорит что найденные окаменелости со следами обработки ну то есть наши предки их царапали эти кости своими каменными орудиями тут у нас аудуай инструменты аудуайской культуры вот тут написано что это чопперы молотки и все остальное они очень просты по сути камни расколотые на куски до которые уже можно как-то использовать но вот они кстати соразмерные моей руке например то есть если я их возьму то мне будет удобно и держать в руке и что-то с ними делать как-то работать так вот один так пока все очень грубо и просто то есть это this is first tools in the world trade она говорит что это первые инструменты в мире тут у нас челюсть парантропа бойси 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 не знаю как не очень крупные зубы очень крупная массивная челюсть потому что предположительно он питался корнями игру грубые растительностью грубыми растениями поэтому он такой был зубы очень крупный на 1 5 крупнее чем у современного человека это череп парантропа но другого ибо несколько видов вот он другого тенький сейчас я даже могу сбоку его показать это конечно копия настоящий череп лежит в дар-а-саламе в музее дар-а-салам это такая финансовая столица вообще столица до дома но дар-а-салам вот найден этот парантроп тоже вот он такой был в танзании тут у нас homo habilis тоже череп подлинник тоже в дар-а-саламе лежит найдено в танзании у него уже мозг насколько я понимаю больше чем у парантропа то есть он уже ближе к нам чуть-чуть на шажочек так здесь также у нас один миллион восемьсот пятьдесят тысяч лет назад прям вот здесь во дуай найдено это homo habilis челюсть и кусочки черепа фрагменты как говорят так вот про этого товарища ничего не знаю homo rudolfensis видимо у нас его в русских книжках то по-другому как-то обзывают в кении он найден один миллион девятьсот тысяч лет до нашей эры вот она говорит что он был после homo habilis следующим звеном вот он вот такой тоже интересным так дальше детали homo habilis отсюда которые здесь найдены в алдувайском ущелье это кусочек кости ноги это тоже фрагменты скелета стопы ступни стопы как правильно вот пожалуйста вот и тут тоже фрагменты костей вот и вот описание так это тоже у нас отсюда из алдувай миллион триста сорок тысяч лет назад наши предки каменными инструментами разбивали ковыряли царапали всячески кости животных чтобы достать мозг костный потому что он был очень питательный и содержал много сахара в том числе вот этот скол считается сделали люди вот вот их тут довольно много таких вот они тут все это все следы человеческой деятельности тут у нас картинка очень сильно все отсвечивает даже без телефона очень плохо видно значит это homo erectus right это homo erectus человек прямоходячий у которого были технические уже возможности охотиться самостоятельно на крупных животных вот тут убит слон с него отрезали куски мяса вот они через плечо несут его а а тут уже крупные хищники опасные подобрались и доедают за нами за людьми а до этого считается что мы были скевинджерами скевинджеры это мы ждали когда лев который поймал там допустим антилопу он наестся и уйдет а мы уже у более мелких у ген например отнимали все это да и доедали или отрубали и относили куда-то безопасное место какое-то вот собственно как эти товарищи сейчас делают и вот заеду in digging for roots а это насколько понимаю наши предки женского пола выкапывают всякие крышки съедобные так тут 800 600 тысяч лет назад homo erectus человек прямоходячий вот у нас насколько понимаю кусочек таза вот а здесь датируется 1 миллион двести пятьдесят тысяч лет это все салдувая все здесь найдено вот такой верхняя часть черепа черепная крышка или не знаю как правильно назвать такие огромные надровные дуги выдающиеся видите он они прям огромные и у него объем мозга о ван таузен сессии райд с 8 с 800 кубических сантиметров до больше чем 1000 кубических сантиметров то есть мозг у него уже довольно большой вот про этого товарища я ничего не знаю он называется трука на бой это homo erectus из кении 1 миллион 600 тысяч лет до нашей эры но вот фрагменты скелета которые смогли собрать в какой-то предположительно структуру фрагменты черепа остались зубы некоторые части рук ног то есть довольно много уже деталей тут части скелета животное которое называется сиватерием но тут так написано как по-русски я не знаю он вот так выглядел обитал он миллион триста сорок тысяч лет назад найденные эти части здесь это предок жирафа вот и он жил одновременно жирафом ну или приближенный вариант к современной версии да но потом он вымер то есть наши предки на него уже охотились это череп и огромные очень большие череп сам огромный рога огромные и челюсть ископаемого буйвола который уже вымер обитал он миллион триста сорок тысяч лет назад прям здесь он тоже обитал здесь здесь from here right from all the way найден здесь в олдувай так это более продвинутая ашельская культура которую использовали homo erectus человек прямоходячий да это всякие рубила и много чего еще and this is real one also copy это настоящие ok и у меня тут возникает ряд вопросов они были ну по крайней мере от скелет который там стоит этот бой он помельче чем я и в плечах поуже значительно а вот эти штуки очень большие они прям огромные мне вот например такими пользоваться было бы неудобно вот смотрите вот эта штука вот блин как размер то показать а ну вот вот моя рука вот это рубила то есть она ну прям гигантское его удобно держать двумя руками только а вот этой двумя неудобно ну прям вообще здорово я сейчас попробую показать вот смотрите вот моя рука а вот эти штуки видите да вот то есть получается что бить можно было ими только двумя руками она прям ну крупная и носить с собой как носить то тоже неудобно получается ты взял такую рубила идешь а ну сколько килограмма три на навесит мне кажется большие расстояние с ними ходить как-то не очень но вот джеки объясняет наш экскурсовод да что они за счет своей массы были выгодны потому что блин тут некрасиво отсвечивает были выгодные вот это намного больше моей ладони прям намного видите да вот ладонь вот эта штука за счет своей массы они обладали большой ударной силой то есть ими было удобно там рубить пробивать черепа срубать мясо с костей и все такое ну вот тоже смотрите покажу вот моя ладонь на одном уровне оставлю вот и вот это рубила больше моей ладони он он такой массивный прям толстый для меня это непонятно почему такие крупные инструменты использовали так тут у нас новая картинка мы пришли в следующий зал здесь уже homo sapiens sapiens то есть человек разумный разумный вот что они уже какие-то шалашики умеют делать жилища переучили собаку показано значит у них есть одежда из кожи и масса и до сих пор и бушмены носят именно такую одежду из кожи и смотрите они сидят ковыряются в черепе ну это может быть ритуальное значение но наша экскурсовод предполагает что они достают мозг чтобы вас есть и и вот здесь охотник вот он выглядит принципе как современный уже человек он убил копьем антилопу и наверное тоже собирается ее съесть так идем дальше так это все тоже местные находки а в дувай 400 тысяч лет назад уже homo sapiens sapiens но у него надровные дуги все еще сильно выражены но это уже прям совсем человек это 120 200 тысяч лет назад датировка примерно и тут уже орудия маленькие их удобно брать пальцами вот они вот такие прям совсем маленькие 5-6 сантиметров почему у тех такие большие я не понимаю пока для меня пока это загадка остается это обсидиан вулканическое стекло совсем маленькие всякие ножички скрипки и лезвия и все остальное эти прям вообще маленьким могу как ноготь размером такие так 60 тысяч лет назад а тут забыл я снять датировку триста двести пятьдесят тысяч лет назад то есть видите что все на уменьшение так это уже современные племена это племя до того но не смотрю он прыгает тоже как масса и прям это фляжки я сегодня такие фляжки масаевские деревни видела из тыквы украшения всякие одежда из кожи из бисера современные фоточки он наконечник на копье и что-то еще так это хадзо это у нас племя хадзо они до сих пор здесь живут я обязательно к ним поеду не знаю уже в этот раз или в следующий раз они до сих пор охотники-собиратели прямо в данный момент сегодня и вот они прямо такие кожи носят на себе сейчас играет на таких инструментах у меня я выкладывал фоточки вот и стреляют из лука кстати мы похожи стрелы уже видели вот вот их лук так все посмотрели у нас тут вот ящерка тусит чем она такая не особо пугливая как на мадагаскаре побежала едем 7 километров от алдувайского музея джеки экскурсовод вот она сидит впереди сказала что знает место где есть какие-то подвижные пески что там очень интересно и даже сказала что готовы поехать с нами и мы не звали где-то с вами поеду покажу вам все вот и мы когда ехали по саванне сюда масса часто на дороге у вас уют и вот сейчас я ее мельком покажу с нами села девушка выглядит как не типичная массаика на у нее прическа такая модная она одета не в национальную одежду сказала что работает варуша типа о городе городская но сейчас все стало на свои места то есть место стало очень непривычно сейчас все стало на свои места потому что на вопрос сколько людей у тебя в деревне она сказала много я спросил ты считать умеешь она говорит нет вот и сказала что по мазайским меркам она уже совсем старенькая ее уж замуж никто не возьмет почему ее замуж не взяли когда она была молодой она не знает сейчас ей 20 лет вот такие в таком возрасте идет замуж мазай уже давно не берут уже несколько лет как вообще они стараются выскочить замуж лет 14 15 и начать рожать постоянно сейчас ее каратенечко покажу чтобы не смущать видите 20 лет все уже старуха это мы спустились как раз вниз и вот это все найдено было то что мы сверху смотрели джеки оказалась очень образованный мы сейчас не поболтали у нее специализация то есть она историк по образованию специализации у нее именно археология была в институте поэтому она несколько раз проходил практику в археологических экспедициях здесь участвовал в раскопках и она хочет нам даже показать какое-то место раскопок она говорит что вообще она не ездит никуда вот так с туристами но ей очень понравилось что я задавал много вопросов потому что обычно она говорит что туристы заходят молча смотрят кивают и постараются стараются поскорее свалить оттуда вот что столько вопросов сколько задал я ей не задавали за последний год вот ей это очень приятно поэтому решила проехаться с нами сейчас возможно кое-что интересное покажет но интересно для меня не знаю интересно ли вам это всем возможно не всем скорее всего не всем ну что-то сейчас посмотрим у джеки очень выдающийся еще и познание если вы понимаете о чем я не только в плане истории но это природа я уверен что спортзала на не ходит ага это место прямо здесь, прямо здесь. В 1959 году нашли австралипитека, череп. И вот здесь они складывают всякие окаменелости. Почему никого не возьмите, если я не возьмите? Потому что они могут подчеркнуть в районных коммунистях, в том числе, в том числе, в том числе. Но может быть я не возьмите. Нет, не возьмите. Огмевшие зубы, кости, смотрите, прямо в породе. И оно прямо тут так лежит, никто это не забирает. Никаких заборов нет, вообще ничего. Слушайте, может прийти всю ночь и забрать все. Это выглядит, как люди тоже, если вы мне говорите, что мы... Да, это кот Макс. Серьезно? Да, ты видишь кот Макс? Ты видишь, я умрел, теперь я знаю. Да, теперь я знаю. Это V-шип. Она говорит, что вот это вот, блин, сейчас, извините, что вот это вот как раз, видите, V-образный вырез, вот на окаменелости, это окаменевшая кость. Я хочу понять, что это как раз вот наши предки оставляли каменным орудием, когда раскалывали кости, что вот если V есть, это следы. Троссология. Это такая наука, которая изучает царапины и всякие сколы. Сейчас, подождите, я переставлю режим. Опять айфон затроил. Вот. Наука тросологии говорит, что это все сделали руками. И даже по форме скола могут определить, например, кость была вареная или сырая. Сейчас посмотрим, что тут еще есть. Сейчас я переставлю режим. Give me five minutes, please. Так, тут много всяких окаменевших костей. Я думаю, что если бы наши ученые увидели, что у них окаменелости просто вот так лежат на улице. Они бы с ума сошли, наверное. Они бы с ума сошли, наверное. Они бы с ума сошли, наверное. Так. Вот еще и нашел что-то. Что это? Это лето. Это лето. Лето? Да, это лето. Верно? Я вообще этого не знал. Она говорит, что это окаменевшие следы от дождевых капель. Но это было вот так, да? Да. Ага. То есть это вниз. Когда дождь идет, капли падают. И в земле остаются вот такие вмятинки. И они окаменели потом эти вмятинки. В них попал какой-то другой минерал. Она говорит, что вот эти шарики это тоже raindrops. Дождевые капли. Ага. Это мы прямо вот на этом уровне, где все находки были совершены сейчас. Это археологи разрыли. То есть вот отсюда вниз. Вот метра четыре. Это разрыли археологи. И здесь вот есть небольшой плакатик об этом. Ну это вообще про Алдувайское ущелье в принципе. Тут написано. И вот такое художество. Это уже насколько я понимаю. Ага. Это хомо эректус. Ага. Это хомо хабилис. Ага. Это хомо хабилис. Ага. 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 Они там отрубают вот этими рубилами своими тяжелыми, огромными от антилопы куски и несут их куда-то в огромное местечко и тут обедают. Так. Это вот мы посмотрели. Здесь австроопитек был найден. Прямо вот тут вот. Вот здесь. А тут в пяти метрах был найден хомо хабилис. Ну не весь. Конечно. Понятно. Фрагменты. Да. Вот в 59 году. Очень круто. Такое прям место. Я про него читал миллиард пятьсот тысяч раз. Увидеть, конечно, очень интересно. Мне всегда казалось, что это должно как-то выглядеть загадочно, волшебно. А тут просто, ну, как какой-то карьер, гравия. Но я, конечно, даже волнуюсь чуть-чуть. Мы едем обратно в музей, везем с песков Джеки обратно в музей на работу. Она сказала, что здесь где-то рядом живет танзанийский профессор. И у него много практикантов из Испании. Археологов. И что в этом году... Это было в этом году или в последний год? Джеки. Джеки, это было в последний год, да? Да, это было в последний год. В середине. В августе. В августе. В августе. Ага. Она говорит, что примерно в августе, прямо здесь на этом же месте, на Алдувае, вот то, что мы вначале смотрели, нашли еще более ранние инструменты. Ну, то есть орудия труда, да? Еще более ранние. Но их нашли только в августе, поэтому описаны они будут, я думаю, через пару лет только минимум. И поэтому про них пока ничего не известно вообще. Она говорит, что если слой продатировали правильно, то это будет самая ранняя в мире находка инструментов рабочих вообще в принципе. То есть такая новая сенсация из старого места, откуда уже кучу сенсаций и так достали. Но тоже видите, очень интересная инфа. Ага. 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 В общем, они убегают от кого-то, но мы пока не видим от кого, к большому количеству. А вон еще прям большое стадо бежит. Но что-то хищников пока не видно